Хорошо, дорогие друзья, теперь давайте поговорим о новостях. Итак, Skyway за 4 года, за 4 года и 4 месяца что сделано? В Экотехнопарке продолжается работа по тестированию новых образцов подвижного состава. Это Юнибуса 48-местного. Сейчас вы уже видели видео, где Юникар 24-местный уже гоняет с очень высокой скоростью. Готовятся сейчас 2 трассы, точно еще 2 трассы готовятся для того, чтобы больше пропустить людей, проехаться на Юнибусе. И, дорогие друзья, ощущение сумасшедшее. Когда вы сядете в Юнибус, когда мы сядем в 14-местный Юнибус, это было что-то с чем-то, ребят. Это было просто невероятно, потому что ощущение, знаете, какое? Вот ты стоишь в комнате, и она вдруг поехала. Вообще нет никаких колебаний, нет вот этих стрясок, нет ничего. Ребят, это то, за что боролась, борется Анатолий Дорчуниц, за что борется с Skyway. Безопасность, комфорт в передвижении с высокими скоростями. И высокая скорость, вот иногда говорят, там 300-500, там 1000 км в час. Вот сейчас мне опять там пишут, вот гиперлуп 1000 км в час, все, он вас вставит. Ну, е-мое, ну сколько уже можно отвечать на эти вопросы, да? Вопрос не в 1000 км в час, вопрос в том, когда вы едете Рюбана, даже 300 км в час. Давайте сейчас посмотрим, с какой скоростью примерно движутся все автотранспортные средства. Средняя скорость 60-70 км в час, средняя. Если поезд, средняя скорость такая же, 60-70 км в час. Ну, Сапсан, Москва, Питер ездят со средней скоростью, там, если не ошибаюсь, 150 км в час. Понимаете, да? Давайте себе представим, что у нас средняя скорость будет 500 км в час, средняя. Ну, или пускай даже 400 км в час. Это та скорость, с которой движется человек, в комфорт. Вот это влияет, что ты быстро едешь, тебе не надо обгонять никого. Ты уже быстро едешь, что твое среднее перемещение идет со скоростью 400 или 500 км в час. Или даже те же 150 км в час. Ты уже едешь в комфорте, быстро, надежно, безопасно. И самое интересное, что это будет по цене очень дешево. Дальше. В зал струнной технологии создан испытательный центр, в котором будут испытываться элементы технологии Skyway путем воспроизведения в лабораторных условиях внешних воздействий, соответствующих условиям типовой эксплуатации струнного транспорта. То есть, что это означает? Если однажды, когда мы 4,5 года назад говорили о том, что будет специальная тележка, которая будет ходить и наматывать моточасы, то сегодня уже на заводе, на нашем производстве это уже создано в лабораторных условиях. И на полужестком участке легкой городской транспортной системы начались ходовые испытания 14-местного юнибуса, который до этого уже был обкатан на жесткой и провисающей линии. Поэтому, дорогие друзья, вот эта линия, где вы видите, здесь тоже мы будем с вами ездить. И давайте сейчас дождемся, кто же будет ездить. Какие новости от Skyway Invest Group? У нас в Иркутске, в Комсомольском море прошли День Гора и наши партнеры активно участвовали и в очередной раз показали, что Skyway существует и что бы о нем кто ни говорил, а он развивается и процветает. И еще самый интересный момент, это то, что именно в начале июня, 3 июня я стал номинантом и Арманд Мурникс, я стал по версии именно как коуч и бизнес-тренер по финансово-минвестиционному развитию личности, как лучший коуч и бизнес-тренер. А Арманд Мурникс стал номинантом как лучший мотивационный спикер этого года. Это премия National Business Awards. В общем, национальная, это международная, скажем, организация. Поэтому вот эти номинации, дорогие друзья, они очень и очень интересны. Кстати, у нас тоже будут некоторые номинации 5-го числа. И люди, которые хорошо работают, они будут признаны компанией и получат очень интересные сюрпризы. Но об этих сюрпризах узнаете 5-го числа. Дальше вы, кто еще не видел, посмотрите в передаче в апреле месяце мы снимались. Это «Секрет успеха с Олькой Дми». И мы записали передачу «Секреты миллионеров» с Андреем Ховратовым, где я взял интервью у 16 людей. 8 из них это наши, скажем, SkyWaves, Свиговцы. И 8 это предприниматели-бизнесмены. И 17 июля уже на телеканале «Успех» выйдет первая серия. То есть это первый сезон из 8 серий, основанный на 8 правилах частного инвестора, где вы сможете других людей приглашать, чтобы они послушали именно секреты в программе «Секреты миллионеров» с Андреем Ховратовым. Кстати, для этого я уже стал будущим. И когда снимали меня ребята с первого канала, с центрального, сказали «Андрей, еще чуть-чуть и можно на центральных каналах». И говорю «Ну, у меня есть цель и дойти до центральных каналов, потому что я считаю, то, что мы продвигаем, ту философию, то, что мы несем в мир, это необходимо вещать сегодня на центральных каналах». И я думаю, немножко еще времени будем это все вещать не только на центральных каналах России. Моя цель, чтобы это вещалось сначала, может быть, на таких каналах «Успеха» в разных странах, там, где у нас есть лидеры, а потом и выходить на центральные каналы, чтобы нас видели, нас слышали, понимали, чем мы занимаемся и что мы делаем. И вы посмотрите, как я здесь очень хорошо продаю Skyway. Вот рекомендую вам точно так же продавать Skyway. Дальше, каждую субботу у нас в 12.00 будут субботние встречи с руководителями фонда и департаментом на уровне краудинвестинга. Смотрите новости и будете видеть, кто выступает в каждую субботу. Сегодня, допустим, Мила ведет вебинар для англоязычной аудитории в это же время. И какие в июне у нас были, скажем, работы. Значит, конференция SWIG прошло 5 конференций в России, в Истане на количество участников больше 300 человек. Оффлайн-тренинги мастер-профи 12, более 500 человек. Участие в параде ко дню города России, Иркутском, Самой, Снамури, 130 человек участвовало. Открытие офиса в России, в Италии, Малайзии. 150 человек было на открытии офиса, дорогие друзья. Ну, я считаю, вот, видите, очередные открытия представительства офисов происходят. Дальше, новые представительства в SWIG в июне были открыты. В Иске, в Новосибирске, в Милане, в Италии, в Куала-Лумпур, в Малайзии. И если вы прошли мастер-профи, хотите стать нашим, ну, скажем, не представителем, а аккуратором в том или ином представительстве, заполните анкету, и анкета есть на сайте, можно сюда ее скинуть. И давайте мы посмотрим, если вы, скажем, тянете это все, и вы сможете развивать свой регион, то мы будем очень рады взаимодействовать с вами. Ну, и срочная новость, дорогие друзья. Только до 3 июля 17.00 у нас есть специальные АИПы. И первый АИП – это первые шаги партнера SWIG. Всего за 120 юнитов выгодная скидка только до вторника, до 17.00. Это стартовый такой вот продукт для тех людей, которые хотят познакомиться, что же такое Skyway, и познакомиться, что такое Skyway Invest Group. Здесь темы в течение 2-3 дней, которые мы рекомендуем проводить в офисе, это философия SWIG и АЧИ, инвестиционное развитие партнера SWIG и АЧИ, Академия частного инвестора. Мы также изучаем здесь 8 правил частного инвестора, 8 основных принципов успеха, бизнес SWIG и АЧИ, 4 системы бизнеса, система отбора кандидатов, качество лидеров SWIG и АЧИ, первые шаги, технология Skyway, преимущество внедрения. И также вы имеете доступ к онлайн-курсам в бэк-офисе в разделе образования, авторские курсы Андрея Хавратова, Анда Мурниекса и курсы Ольги Шантиной. И вы экономите 80 юнитов, дорогие друзья. Это как раз вы можете сэкономить на билет или на полбилета на Эвенте Экотехнопарк. Далее, АИП Мастер-Профи, выездной последний курс, стоимость которого 1800, вы можете приобрести до вторника, до 17.00 за 1160 юнитов. Выгодная скидка 640 юнитов. Это один из последних выездных профи, потому что с августа месяца все мастер-профи будут только в рамках офисов проходить, так как огромное количество уже у нас обучилось людей и сейчас эти люди в офисах проводить подобные курсы, трехдневные курсы. Далее, один из курсов, который дает очень большую скидку, 3 150 юнитов. Вы можете сэкономить эти деньги, а знайте, что сэкономленные деньги это является сэкономленный доход. Сюда входят АИП Первые Шаги за 200 юнитов, АИП Экспресс Консультант 4 000 юнитов, Тренинг Гений Финансов за 2 500 юнитов и Мастер-Профи 1800. Итого, стоимость 80 вы можете приобрести за 5 350 юнитов и при этом получить огромную выгоду от компании с групп, от Академии частного инвестора и еще огромное количество долей компании, которые в ближайшее время при номинальной цене будут перекрывать почти в 60 раз больше, в 50 раз больше, чем мы потратили денег. А когда цена будет минимум от 10 до 100 долларов, то это перекрытие будет даже не в 50 раз, в 100 и в 5000 раз. Поэтому, дорогие друзья, эти скидки у нас только, повторюсь, до вторника, до 17.00, до 3-го числа, до 17.00. Ну а теперь самое интересное, что будет происходить у нас со 2 по 6 августа 2018 года. Евгений Финансов, ВИП, за 1350 юнита вы сегодня можете приобрести и участвовать в тренинге с участием Антихиановской, Дмитрия Счастливого, Игоря Романенко и Андрея Ховратова. То есть там ведущие получат абсолютно новое, скажем так, новое видение. И еще очень важный момент, вы получите технологию, как монетизировать то, во что вы вложили денег. Как я вам говорил сегодня, что имея вот эту прекраснейшую игру, вы можете... А здесь есть у нас экран? А он долго будет, наверное, работать. Ну ладно, хотел показать вам фотографии этого кейса. Алексей Мурашко сейчас сделал, это просто презентационный кейс, такой VIP-кейс, когда его открываешь и несешь, уже хочется узнать, что там такое. Там настолько все это богато, красиво сделано. То есть с этим кейсом можно делать очень серьезный бизнес, вы себе даже не представляете. Я цель, чтобы, знаете, вот как в лото люди играют каждую неделю, там, или каждый месяц, или кто-то в карты, там, знаете, вот есть, встречаются, в покер играют, там, ребята собираются, там, пивка пьют и в покер играют. Вот я хотел бы, чтобы хотя бы раз в месяц собирались семьи, там, две-три семьи, друзей и играли в гений финансов. Я хотел бы, чтобы эта практически игра дошла в каждый дом. Поэтому, дорогие друзья, 2-го, 3-го августа мы встречаемся в Минске для тех, кто приобретение финансов от VIP. Экофест. Самое жаркое, и я думаю, вы, наверное, уже видели видео, что было на прошлом Экофесте. И я хочу уже дождаться этих 3-4 дня для того, чтобы попасть на это мероприятие, встретиться с друзьями, увидеться с теми, с кем мы не виделись очень давно. Естественно, прокатиться на ее небесе, запечатлеть эти фотографии. Вы понимаете, дорогие друзья, вот я хочу сказать, что это за событие. Вот представляете, 200 или 250 лет назад пошел первый поезд. Вот не тогда, когда первый костыль забился. Вот первый костыль забился, это, знаете, когда было 2 года назад, или 2,5, когда нулевой километр мы делали. А вот когда пошел первый поезд, 200 лет назад. Вот сейчас это исторический момент. Вот это исторический момент. 200 лет назад первый поезд пошел, и благодаря железнодорожному транспорту в мире, железнодорожному транспорту в мире, произошли коренные перемены в экономике, и произошел скачок, такой экономический скачок, экономический рост. Огромное количество людей, которые, скажем, не знали определенных направлений, что им делать, надежды, которые были потеряны. Они нашли новые надежды благодаря этому новому индустриальному рывку. Вот это будет примерно то же самое, когда, представляете, пошел первый юнибус, первый юнибус, и вы находитесь в историческом моменте. 2-3 августа обучение, 4-го и кофе, с 5-го августа отчетная конференция SWIG и международный турнир игрового тренинга «Гений финансов». Стоимость 5-го августа на турнир 55 юнитов, скидка 45%, а вот 6-го августа семинар «Секреты успеха» департамента многоуровневого краудинвестинга и лидеров SWIG, где будут участвовать люди, лидеры, менеджеры и выше компании Skyway Invest Group, которые поделятся своими результатами, и вы услышите о новом составе департамента многоуровневого краудинвестинга. И только до 10-го июля любой партнер может приобрести эти билеты на «Секреты успеха». Уже с 10-го июля эта опция будет доступна только для консультантов. Ребята, почему я говорил сегодня «Сделайте список всех ваших партнеров и лидеров». Тот, кто еще не купил билет на семинар «Успеха», и он еще не является консультантом, у него есть возможность быть на этом семинаре «Успеха», и на этом семинаре «Секреты успеха» получить очень важные элементы, очень важные рецепты, как реализовать свои мечты за очередной промежутой времени, как старешным человеком. После 10-го числа только будет для консультантов. Ну а теперь давайте переходим, для кого же будут билеты, дорогие друзья? Ну и турнир игрового тренинга «Гений финансов» До 1-го июля будет 55 юнитов, после 1-го июля, вернее, после 1-го июля, вот завтрашнего числа, если не ошибаюсь, будут новые числа, новая цена. Какая будет новая цена, я не помню, но завтра увидите. Ну а теперь скажите, кто хотел бы проехаться на Юнибус и на Экофесте? Поставьте плюсики. А вы уже купили билет на Экофест? А то, может, вы не купили билет на Экофест еще? Ну давайте, поехали, дорогие друзья. Итак, те люди. А, семинар успеха. 120 юнитов еще на сегодня. Да, кстати, до 1-го июля. Завтра цена будет 150 юнитов уже, кстати. Семинар секреты успеха. Семинар секреты успеха и турнир игрового тренинга «Гений финансов» вместе с 170 юнитов. Задачнего дня, если не ошибаюсь, будут уже 200 юнитов. Так что спешите, дорогие друзья. Итак. 700 человек, которые будут на Экофесте, смогут проехаться на Юнибусе 14-местном Юникаре. И вполне вероятно, если успеют, если успеют получить сертификацию до 1-го июля, это на 48-местном Юнибусе. Итак, кто? Первое. Статус менеджер и выше по партнерской программе «Синик». Гарантированный билет получают за то, что они уже стали менеджерами, за то, что они привнесли в компанию уже свои работы и определенные обороты. Условие следующее. До 15.07.2018 будет рассылка. Сейчас скинут ссылку на регистрацию для менеджеров. Мы проверим. До 15.07.менеджеру нужно будет зарегистрироваться и сказать «Да, я еду». И более того, если менеджер едет с женой со своей или жена с мужем, то тоже вы получаете билет, как на семью. Но огромная просьба. Вот здесь мы будем проверять, потому что жена и муж должны быть жена и муж, а не просто партнер ниже стоящий или выше стоящий. Потому что можете обманывать кого угодно, но себя-то не обманете. Поэтому мы делаем менеджерам такие условия, потому что у нас есть, допустим, Драгош в Италии. Он вместе с женой работает. Поэтому он лидер-менеджер, а жена пока консультант. Поэтому, чтобы и он, и жена были вместе, поэтому мы выделяем билеты. Но это не означает, что если вы не едете с женой, то вы берете с собой партнера. Нет, дорогие друзья, давайте быть честными и давайте, чтобы эти билеты достались действительно по назначению. И не нужно здесь юлить, потому что если мы узнаем, что вы здесь смахлевали немножко, то мы, естественно, себе галочку поставим и поймем, что вы менеджер, который махлюете. И в будущем мы за вами будем уже наблюдать. Поэтому люди, которые в статусе менеджера, вы уже сделали серьезную работу, принесли в развитие компании, вы получаете, ну, скажем так, бонусом. Вторая категория людей. С 1 по 25 июля для всех консультантов, для всех консультантов, или если вы еще не консультант, повысить для статуса консультанта, либо, если это новички, приобрести экспресс-квалификацию, то есть стать экспресс-консультантом и купить за 260 юнитов и более за этот период. То есть покупаете на 260 юнитов в стандартных программах любой АИП, одной суммой, естественно, вы тоже заполняете анкету и получаете билет на Экофест. Если у вас жена или муж, вы можете получить билет на мужа или жену. Ну, потому что вы делаете семейный бизнес. Если ваша жена или муж едет вместе с вами на Экофест. Рассрочки не засчитываются. Это должна быть новая инвестиция. 260 юнитов. Рассрочку вы и так получили уже достаточно хорошие выгоды, ребят. Поэтому, если вам хочется проехаться на Юнибусе, тогда, можно так сказать, сделайте себе еще подарок и вы тоже будете там. И третий момент. Если вы не хотите этого делать, без проблем, тогда третье условие для вас. Сделайте до 25 июля лично привлеченных инвестиций, то есть привлеклите тысячу инвестиций и больше. Вы участвуете в топ-100 поездкой на Юнибусе, где будет рейтинг. И там будут написаны фамилии людей, которые уже сделали объемы больше тысячи лично привлеченных инвестиций. И эти люди смогут, вот если будут, допустим, топ-100 тысяча, значит, вот там 1000, 1001, 1010 или 50. Вот значит, эти люди попадают. Если топ-100 будет сотым, там, 2000, ну, значит, тогда эти билеты между топ-100. То есть тот, кто сделает тысячу и более лично привлеченных инвестиций. И поэтому, либо вы участвуете по третьему условию, либо вы, вам осталось менеджером до 25 числа, вы можете закрыться и стать до 15 числа, вернее, менеджером, сделать заявочку и получить билет. Либо вы консультант, купите за 250, и вы гарантированно себе купите. У нас едет 2000 человек уже со SkyWay Invest Group. 700 билетов всего лишь выделено на SkyWay Invest Group. Поэтому, дорогие друзья, вы сами определяйтесь, что вы хотите. Либо вы хотите просто проехаться и посмотреть, как работает Экотехнопарк, как там все происходит. Кстати, вы получаете еще именной билет. Это билет, ну, представляете, это первый билет, можно так сказать, в космос. Это все равно, что вы там Юрий Гагарин, который полетел в космос. Вот ваш первый билет. Вот они, 2100 первых билетов, которые были на Юнибусе. И когда пройдет 100 или 150, или 200, или может быть, даже тысячи лет, и к тому времени будут еще ездить Юнибусы, я думаю, что они будут ездить. Это одно. Они, конечно, уже будут манифицированы. Может, они уже будут ездить со скоростью 5000 км в час. Абсолютно там какой-то новой категории. Эта система транспорта именно третьего тысячелетия, вот в этом я сто процентов уверен. Потому что железнодорожный транспорт, вы знаете, был перед 20 веком, перед, скажем, 19 веке второго тысячелетия, первого тысячелетия, он был как, знаете, вот, можно так сказать, когда, перед тем, как появился компьютер, появились электронно-вычислительные машины. Такие здоровые, кто видел, здоровенные. Вот моя комната вот такая, сегодняшний компьютер, который у меня на столе, в этой комнате, и тут комната у меня кабинет, получается, 5 на 40 квадратов. Вот этого бы, комнаты было бы мало для этого компьютера, с которого я сейчас разговариваю. А потом появились компьютеры, появились сейчас девайсы, вот эти вот девайсы, которые вот, примерно по параметрам, ну, половина моего компьютера, с которым я разговариваю. Вот этот девайс, который сейчас, вы видите, он в такую комнату помещался, в 40 квадратных метров. Так вот, железная дорога появилась точно так же, как стартовым, таким вот, транспортным средством, перед новым транспортным средством третьего тысячелетия. Я на тысячу процентов уверен, говорю вам, ребят, тысячу процентов уверен, Skyway это транспортная система третьего тысячелетия. И когда через 700, 800 и тысячу лет ваши дети, представьте ситуацию, ну, только представьте, может быть, какой-то особняк, или может быть, это на орбите околоземной, или может быть, это красивый дом где-то в океане или в море, да, или может быть, это вообще сферический город в океане, внизу, и там есть красивое какое-то жилье, ну, я не знаю, где будут жить ваши потомки, там будут стоять фотографии ваши с этим билетом, сертификатом Skyway первым на акции, и ваши родственники будут говорить, эти люди изменили судьбу нашего рода, они изменили судьбу вообще нашей семьи, потому что однажды они стали акционерами Skyway, они однажды были на Экофесте, на втором Экофесте, и они одни из первых, кто проехались на Юнибусе, и мы очень благодарны, что тогда они смогли сделать все то, что помогло нашей семье за эти семьсот, восемьсот или тысячи лет быть процветающими, не жить в нужде, и более того, благодаря нашим прапрапрапрадедушкам или прапрапрапрабабушкам, сегодня весь мир живет намного лучше, потому что у нас нет, у нас отсутствуют войны, у нас только мир, процветание, все люди живут в радости, в процветании, в счастье. Это билет, дорогие друзья, который будет передаваться из поколения в поколение вашей семьи. Ну, а теперь вопросы и ответы. Жалко, что нет билетов платных на проезд на Юнибусе. Ничего, скоро, я думаю, в следующем году уже будут первые адресные проекты, и вы сможете платно проехаться много-много раз. Ну, давайте, поехали, вопросы-ответы, дорогие друзья. Капельку нового про проекта. Ну, дорогие друзья, что я хочу сказать, ну, первое, мы не единственные, кто готовим сейчас крупных инвесторов, которые готовы выкупить полностью все остатки акций корневой технологии. И мы готовим это сейчас к Афесту. Я надеюсь, что у нас мы успеем это все сделать. Понятие ускорения есть. Включим ускорение сразу на десятую скорость, чтобы это все успело сделать. у нас есть претенденты и не один претендент, которые готовы выкупить полностью все остатки, которые есть у компании. Сейчас на следующей неделе этот человек, скажем, мы встречаемся, мы уже конкретно обсудили все эти моменты и будем общаться и договариваться, когда встреча будет с компанией, для того, чтобы его привести в компанию, чтобы он все это увидел своими глазами. Но насколько мы выяснили, мы не единственные. Поэтому мы планируем октябрь-декабрь месяц будут некоторые платформы, где будут акции Skyway уже мы в этом тоже будем участвовать, будут продаваться от 3 до 5 долларов. Вы это увидите. Это очень хорошая мотивация будет для других сказать, ну давай, вот ты пока думай, а там уже вот видишь на некоторых платформах продаются от 3 до 5 долларов акции Skyway. Понятно, да? Это первое. Второе. Эти же люди, с кем мы ведем переговоры, это достаточно именитые фонды, хедж-фонды, инвестиционные фонды, которые имеют достаточно хорошие связи в некоторых странах, где уже патаны меморандумы, договоры с мительством и министерствами транспорта в этих странах на внедрение компаний Skyway. И какие адресные проекты будут первыми, решит Анатолий Чунистский. Мы не можем решать. Он у нас голова, и если мы один раз доверили к Санатару Чунистскому, сказали, что да, мы тебе верим, и поэтому инвестируем в Skyway, здесь я доверяю ему целиком и полностью. Если он скажет, что это будут, к примеру, Арабские Эмираты, значит, это будут Арабские Эмираты. Но то, что скоростная система будет строиться не в Беларуси, это уже 100%. Какие страны, но сейчас вы узнаете, когда приедете на Экофестиваль, там будут эти все новости. Там вы узнаете, сколько уже капитализации компаний произошло, потому что в прошлом году капитализация компаний была уже 3 миллиарда по основным средствам. Потому что есть основные средства компании, а есть рыночные цены, а есть интеллектуальные собственности. К сожалению, когда ты выходишь на IPO, интеллектуальную собственность никто не хочет считать. Они начинают считать, когда уже вывели на IPO, хитрецы такие, брокеры. То есть они говорят, что это недооцененная компания, и когда выводят на IPO, потом вдруг включается механизм оценки. Ну, простой пример, если сегодня, уже на прошлый год это было 3 миллиарда основные средства компании, что в этом году, я думаю, ну, наверное, минимум 10 миллиардов долларов будут оценки именно основных средств. Но это не является показателем, что акция может стоить 1 доллар. Не является. Показателем стоимости акции 1 доллар это заключенные контракты более чем на 100 тысяч километров дорог. И мы все сейчас сделаем для того, чтобы огромное количество контрактов заключить уже в этом году, реальных контрактов, ребят, что я называю реальные контракты? Это контракты, где уже договоренность с местными властями. Более того, если говорить о СВИГе, у нас есть договоренности уже во многих городах с местными властями, но сегодня Натальденицкий пока выбирает, он просто выбирает, куда мы пойдем дальше. Потому что его цель следующая это закрыть вход в корневую технологию по финансированию. Это порядка где-то 100 миллионов долларов, 100-120 по тем количеству денег, которое есть по этапам, 12-13, 14-15 этап, 4 этапа осталось, там нужно 100 миллионов долларов, 100-120 миллионов долларов. Так вот, есть люди, у которых есть эти деньги, мы ведем переговоры, активно ведем переговоры, люди согласны, мы им показали, они сначала хотели только в адресные проекты, когда лично мне удалось побеседовать с некоторыми этими руководителями фондов, я донес до них важность, у людей просто глаза открылись и они сейчас решают срочно вопрос, я сказал, ребят, вы можете решать, но вы не единственные, вот быстро переседают умедленно, поэтому, если хотите, но есть люди, которые готовы сразу все пить, есть люди, которые готовы закрыть этап, 12 этап и 13 этап сразу закрыть, есть такие люди, и все эти вопросы мы сейчас решаем, поэтому, дорогие друзья, что я хочу сказать, осталось совсем чуть-чуть, когда закроется вход в корневую технологию, и вот здесь начнется самое интересное, это внедрение адресных проектов, и тут внедрение адресных проектов может произойти следующим образом, или это будет один проект, который скажет Анатолий Дорфининский, или это может быть несколько проектов, почему, потому что финансирование будет, те люди, с кем мы беседуем, которые готовы выкупить все, что сейчас есть корневой технологии, акции корневой технологии, это люди, которые готовы еще профинансировать строительство дорог в двух странах от 3 до 10 миллиардов долларов, это достаточно, это реальные проекты, там уже есть договоренности на уровне правительства, я не буду пока сейчас говорить, какие страны, вот когда мы это все будет, мы это хотим подвести очень красиво, знаете, если получится, вы это увидите на Экофесте, вот там вот будет телевидение, там будут съемки, вы будете видеть, кто заходит, какие представители, какой страны, и какие контракты заключены, и прямо там может быть все будет так лучше, по крайней мере, работаем в этом направлении, чтобы это сделать, но у нас более 50, только у Skyway Invest Group, только более 50 аванпроектов, из которых в 10 аванпроектах у нас решено с местными властями, ребят, чтобы вы понимали, единственным тормозом сейчас, ну как бы стопором, это то, что у нас еще недофинансирование адресных, корневой технологии, как только мы профинансируем новую технологию, сразу же мы начнем финансировать и строительство, сразу же, есть некоторые проекты, ребят, чтобы вы понимали, вот в этом году можно начать строить, и в следующем году они уже будут 10 юнибусов ездить, и вот тогда приезжайте, покупайте билет по одному доллару и катайтесь, и таких проектов у нас очень много, там где 10 юнибусов, 8 юнибусов, у нас есть такие проекты, у нас есть очень классные проекты, где уже фактически все решено, но опять же, у нас по топе, потому что Анатолий Владимирович Юницкий сказал, пока не профинансируется Эко-технопарк, в адресные проекты мы не пойдем, понятно, да? Идем дальше. Так, какой сейчас перспектива линейного города Евразия и эко-поселений, ну, очень хорошая тема, сейчас мы уже рассматриваем, у нас есть предложение, чтобы вы понимали, ребят, по поводу Евразии, эко-эко-поселений, собственник на 400 гектаров земли в Подмосковье, 250 километров от Москвы, в очень уникальном экологическом месте, мы сейчас проверяем всю землю, все, ну, чтобы у нас все нормально было, да, и мы решаем этот вопрос, и я думаю, до эко-феста этот вопрос, до Эвентин, уже решится, и мы обрадуем россиян, и не только россиян, потому что через, по Евразии, любой человек может стать пайщиком, и уже, я планирую, что там, скорее всего, примерно где-то, ну, не по гектару земли, но по полгектара земли, скорее всего, получится, это 800, не 800, наверное, где-то, 500 пайщиков, которые получат уже землю, и это будут вот первые такие вот эко-поселения, которые мы уже будем двигаться в этом направлении. Когда переходим на 13 этап? Ну, я же говорил, что когда сейчас мы решим эти вопросы, вполне вероятно, что это будет после эко-феста, вполне вероятно, что после эко-феста вообще переход будет и на закрытие корневой технологии, не на 15 этап, а вообще закрытие. Это все на эко-фесте вы увидите. Так, смотрим дальше вопросы. Андрей, как понять, что доли будут продаваться по 3-5 долларов, это значит, что компания будет продавать по 3-5 долларов, или акционеры продавать друг другу по 3-5 долларов, непонятно. Хороший вопрос, еще раз говорю, да, мы делаем сейчас эту технологию, где, во-первых, это будет, ну, настолько очень, ну, скажем, в легальном поле, почему сегодня крупные инвесторы, или некоторые правительства страны, министры, немножко нас, ну, грубо говоря, жухаются. Они читают наши негативные статьи, они немножко, ну, как бы, недоумевают, да. Вроде бы, все нормально, но почему она спишет, что мы пирамида? Хотя, видят видео, что у нас есть, у нас министерство поддержит, ну, и так далее, и так далее, да. Ну, понятно, здесь много всегда статей всяких. Так вот, люди, которые нами занимаются, они занимаются сейчас тем направлением, чтобы помочь нам, они заинтересованы в этом, во-первых, заинтересованы. И, когда мне сказали, что, ну, нужно будет продавать по 3-5 долларов за акцию, я сначала не понял, но потом, когда мне объяснили, я сказал, ребят, это вообще круто. Почему? Потому что, в интернет-пространстве, ну, представляете, когда вы показываете людям, вот, видишь, акции продаются вот там, вот по 3-5 долларов, то есть, ну, любой может купить там по 3-5 долларов. Но, чтобы вы понимали, это не акционеры, которые сейчас купили, будут продавать по 3-5 долларов. Это некоторые фонды, которые, одна из стратегий для того, чтобы показать абсолютную легальность в этом направлении инвестиционного рынка, да, что все проходит по законам инвестиционного и финансового рынка, да, вот, пожалуйста, вот такая ситуация. Почему? Это тоже будет обосновано. То есть, но об этом вы узнаете, об этом, об этих нюансах вы узнаете уже 6-го числа, мы это покажем, мы расскажем, почему и как это будет и насколько это вы вообще для построения бизнеса. Я, допустим, в этом вижу просто сумасшедшую выгоду, потому что, скажем, заходя в другие страны, ну, как я это и планировал раньше, заходя, к примеру, в ту же Бразилию, где огромное количество сетевиков либо в Америку, и, если сетевики говорят, что это уже такое, играет, блин, а я не успел выкупить акции корневой технологии, у нас будет хороший момент, когда мы скажем, ну что, сделай, пожалуйста, объем в 1 миллион долларов, и ты сможешь купить акции чуть-чуть ниже рыночной цены. Понятненько, да? И тогда это один из моментов хорошего продвижения в бизнесе. Поэтому, что это за технология, как она будет работать, ну, об этом мы расскажем нашим партнерам, которые будут на семинаре успеха, потому что это очень хороший инструмент для создания еще большего бизнеса и вовлечения людей именно в адресные проекты. Потому что, когда мы начнем финансировать адресные проекты, а многие лидеры, многие предприниматели, многие крупные инвесторы скажут, блин, а я же акции корневой технологии, ну вот, пожалуйста, смотри, видишь, вот по 3-5 долларов уже продается акции корневой технологии. Поэтому, через внутреннюю биржу компании Skyway можно будет купить чуть-чуть ниже рыночной. Какая будет цена чуть-чуть ниже рыночной? Это вот ты увидишь, когда будет внутренняя биржа компании Skyway. То есть, мы таким образом поможем нашим партнерам, которые уже хотят часть акций может быть продать, которые владельцы акций хотят продать часть акций, чтобы не было вот этого опускания, потому что брокеры, которые финансовые акулы, они же будут опускать по полной. Чтобы вы понимали, давайте, простая арифметика, чтобы вы понимали. Вот смотрите, даже если сейчас основные средства 10 миллиардов долларов, но разделить на 400 миллиардов акций, это стоимость акций 2,5. Ну, понимаете, вот если если сейчас компанию вывести на IPO, еще, чтобы вы понимали, ребят, чтобы компанию вывести на IPO, у нее 3 года должно быть отчетности финансовой и там должна быть прибыль минимум 5%. У компании Skyway она сейчас строится, у нее прибыли вообще нет, чтобы вы понимали. Поэтому на IPO нам выход невозможен вообще. Выходить на IPO мы можем адресными проектами, адресными компаниями, адресных проектов. И то через 3 года показателя, то есть год, полтора, два, три года строится, то есть через 5-6 лет, 7 лет компания сможет выйти на IPO адресных проектов. Сама компания сможет выйти на IPO только после показания прибыли. Но есть очень хорошие технологии, где мы поставим уже есть люди, которые в финансовом мире знают, как это делать, что у нас будет цена от 3 до 5 долларов и тогда брокеры вот эти вот товарищи уже не смогут скинуть цену и сказать, а вот там реальная стоимость 2,5 доллара. Есть рыночный спрос. Почему биткоин там стоил по 20 тысяч долларов? Хотя реально, если вы захотите биткоин вывести и получить деньги, там не больше 12 тысяч долларов за биткоин вы бы получили. Все эти комиссии и все остальное. Вот здесь примерно такая же ситуация благодаря тому, что к нам сейчас подходят ребята с финансового рынка, которые недовольны тоже существующей финансовой системой в мире, которые готовы к большим переменам финансовым в мире, они видят в Skyway очень большой потенциал их финансового роста, они философии достаточно такой вот, как я имею, это новое поколение финансовых экспертов и профессионалов, которые страдались от существующей финансовой системы, они готовы менять мир к лучшему вместе с компанией Skyway вместе с нами. Поэтому они предлагают вот эти интересные схемы и когда я увидел эти схемы, вау, это же круто, потому что когда 3-5 долларов приходишь, а вот 3-5 долларов видишь, покупают, там вот куплено столько-то акций, видишь, да. Поэтому, ну извини меня, ну доллар это минимум, а то и полтора, вот какая сейчас будет цена там в внутренней бирже компании, вот такое вот и будет. Понятненько, да? Поэтому об этом вы узнаете уже 6-го числа, кто будет 6-го числа. Так, идем дальше. Примерно, когда закроются корневые акции. Очень плохой вопрос, Айнур. Не когда закроются корневые акции, а когда закроется вход в корневую технологию по продаже акций Skyway. А то корневые акции могут закрыться и что, мы все это, шишом останемся что ли? Я уже сказал про это, да, про адресные проекты обещали рассказать. Я рассказал про адресные проекты уже. Ой, ребята, а может уже децентрализованное государство организуем на базе блокчейна и тогда не будет ни от кого зависеть. Уже вчера мне новости скинули. Есть планетарное государство. Вчера вот только скидывал, да, сейчас скажу даже, как называется. Вот, директорский чат вчера скидывал информацию об этом децентрализованном государстве. Вот, она называется «Новая страна Асгардия». Могу скинуть, почитайте, да, ВКонтакте. «Российский миллиардер основал космическое государство», да, и тоже, кстати, на основе блокчейн, блокчейн называется, забыл, в общем, можете почитать. Ну, наберите в интернете, посмотрите, да. Ребят, как это, вот эти, когда вопросы вы задаете, быть адекватными. Хотите вы или не хотите, сегодня рулит, знаете, как бабло рулит миром. Грубо, но правильно, да. И, как бы вам не хотелось создать децентрализованную, на основе блокчейна, к сожалению, пока есть хлеб, вы покупаете за доллары, за евро, за едини, за все остальное, и будете в ближайшем время покупать. Для того, чтобы изменить процессы, пожалуйста, вот опять же, цикл моих лекций, НЭМИ, новая экономическая эволюция мира. Должны прийти абсолютно новая категория людей, с абсолютно новым мышлением. Вот только тогда изменится мир. Революция 100-летней давности, Октябрьская революция, кровопролитная, террористическая в течение 4-х лет или 5-ти лет, которая происходила потом большевиками, она ничего не дала, хотя идеи были хорошие. Вся власть рабочим, вся земля крестьяна. Понимаете, да? Почему? Потому что люди были негодовы. Когда говорят, что давайте создадим децентрализованную основу блокчейна, посмотрите, кто приходит в блокчейн сегодня и в криптовалюту. Люди безграмотные, инвестиционно, на криптоконференции, в зале, в 500 человек, когда я задал вопрос, поднимите руки, кто в инвестиционном бизнесе более 5-ти лет, подняло 30% зала. А кто больше 10 лет в инвестиционном бизнесе, там вообще примерно процентов 10 зала. А когда я сказал, а 20 лет в бизнесе кто? В инвестиционном. Никого не было, я один был. Люди приходят сегодня в крипту, как приходили в Форекс однажды, только с целью спекулятивного дохода, чтобы купить сейчас подешевле, что ни хера оно не будет делаться, но за счет спроса других людей это вырастет. Ребят, это неправильный способ отмышления. Еще раз хочу сказать, философия процветания, успеха, о которой я буду говорить 6-го числа, приезжайте и послушайте. Если вы хотите действительно перемен, не только в своей жизни, но вообще на планете, и чтобы у нас избежать тех неприятных моментов, которые были кровопролитными революциями, из которых ничего практически не изменилось, только произошло перераспределение власти. То, что происходит сегодня в России, либо происходит в других странах, происходят похожие вещи. Тотальный управленческий контроль над всем населением и то, что я говорил еще полгода назад, что, знаете, как хороший факир, хороший фокусник, он показывает фокус вот здесь, а на самом деле у него есть рука за спиной, в которой он что-то делает. Так вот, то, что показывали нам уже сколько год, да, Россия агрессор, третья мировая война, напряженность с Америкой, там бедная несчастная Украина капитализирует, Россия, вообще Россия отреализует всю Европу, да, на самом деле вот этой рукой финансовый мир за спиной закручивает гайки полностью по всем финансовым операциям всех людей в мире. Вот, что происходило в ближайшие 2-3 года. А что происходит последние 3 месяца, так это с ума просто сойти. Тотальнейший контрольный систем. Да, криптовалюты будут расти, да, блокчейн, скорее всего, тоже будет расти. И многие криптовалюты будут переходить. Но здесь есть палка о двух сах. так как все равно все зависит от финансовой системы, от перехода в криптовалюту будет только тогда, когда минимум 50-60% населения признает криптовалюту. Когда оно может признать, когда оно будет пользоваться какими-то вещами, которые необходимы людям. И Skyway единственный локомотив является, который может объединить все, на основе которого могут и быть потом все криптовалюты. Понятно, да? Ну и на основе криптоюнита, которого мы хотим создать. Которого мы будем уже создавать. Не просто хотим, мы уже будем его создавать. И мы уже работаем над этим. потому что с криптоюнитом огромное количество предприятий, организаций, частных лиц. Они будут нуждаться в том, для чего будет создана платформа юнита. Поэтому давайте здраво относиться ко всему и понимать, что переход должен быть всегда эволюционным, а не революционным. Если человек приобрел АИП, он просто инвестор и не хочет продавать акции, он будет на них зарабатывать. Ну, конечно, он будет зарабатывать дивиденды. Гарантированно, гарантированно 20% дивиденда, ну, к примеру, вот Анатолий Зачевницкий он имеет контрольный пакет акций. К примеру, получили прибыль, ну, положим, да? 1 триллион долларов за год. 20% и Юницкий говорит, все, давайте мы сейчас эти деньги в развитие. Ну, это правильно, потому что, если ты хочешь, чтобы компания росла, в развитие, в развитие нужно. Так вот, 20% Анатолий Зачевницкий и компания Skyway обязаны заплатить акционерам будут дивиденды. Ну, 200 миллиардов, допустим, распределиться всем акционерам. Вот в таком плане. Поэтому зарабатывать на дивиденды, я тоже вот говорю всем, продавать просто глупо то, что в будущем сделает ваше поколение очень богатым. Нельзя это продавать. Жить на дивиденды, да, но продавать это нужно сохранять. Вам нужны сегодня деньги, учитесь бизнесу, приезжайте на шестое, на семинар успеха, на пятое, на шестое, на семинар успеха, на четвертое, на экофест, и вы увидите, взлетите в финансовых доходах, как ваши доходы будут лететь с сумасшедшей скоростью выше, выше и выше. кстати, недавно Арманд мне написал за апрель месяц тот чек, который у меня был, я вхожу в 50, в общем, я 53-й чек мировой. 10 лет назад, примерно, или 12, я ставил себе цель Войку, ну, сначала, конечно, в сотку, а потом ставил амбициозную цель быть первым чеком в вообще многоуровневом бизнесе. И когда Арманд мне сказал, говорит, Андрей, ты знаешь, что ты примерно 53-й чек в мировом сообществе сетевых лидеров. Я говорю, вау, ты еще круто, как я хотел в сотку, вот я и вошел через 12 лет. Поэтому я хочу вам сказать, дорогие друзья, все, кто поймет философию успеха и богатства, вот эти пять основных элементов успеха и богатства выработает в себе, это люди, которые будут иметь веки десятки миллиардов долларов в месяц. И система многоуровневого бизнеса родила огромное количество миллионеров. Огромнейшее количество миллионеров. Это люди, которые заработали миллионы, и сегодня зарабатывают миллионы, и первая десятка чеков, это люди, которые зарабатывают миллион долларов в месяц примерно. Миллион семьсот, восемьсот тысяч, там есть два миллиона, три миллиона, да. А первая десятка именно чеков свига в ближайшие 15 лет, это те люди, которые будут зарабатывать минимум от 1 миллиарда долларов в месяц. Вот увидите. Если власть готова финансировать авант-проекты на 2 и более километра, компания может дать согласие? Нет, компания под согласие и нам не интересно, чтобы власть финансировала. Потому что то, что власть хочет финансировать на 2 километра, на 5 километров, ребята, сразу хочу сказать, грубо говоря, я даже таки я сказал всем лидерам, задолбали вы со своими 2-3-5-10 километров. Для нас, вы поймите, посещайте наши мероприятия, где я объясняю, я имею в виду для лидеров, я объясняю лидерам, нашим людям, которые хотят продвигать ван-проекты и адресные проекты, забудьте о 2 километрах. И то, что он рассказывает, но мы сначала построим 2 километра, покажем, как это ездит, да нахрен, извините, грубо скажу, в попу засуньте эти слова, то, что вам будут говорить. И когда олигархи говорят, да нет, я хочу построить 2 километра, посмотреть, не рисковать, там, фигня. Хотя технологии у нас переть. Вот, что я вам хочу сказать. Минимум, на что я соглашаюсь обсуждать, это 200-300 километров городской системы, минимум. Если нет этого 200-300 километров городской системы, даже не соглашаюсь. Я объясню, почему. Для нас олигархи, это самые худшие люди. Олигархи, которые ограбили свой народ, олигархи, которые украли у своего народа. Поэтому олигархам вообще вход запрещен должен быть. Хочет, пускай, как говорится, деньги на ляху платит, да. Знаете, как я олигархов проверяю? Если у тебя денег есть, миллион долларов положи, купи акции корневой технологии. Тогда дальше будем разговаривать. Для нас важны политики, которые за народ. Потому что политик, который за народ, он всегда будет политиком. Здесь есть очень интересный момент. Вот в НЭМе, то, что я говорю в НЭМе, некоторые говорят это теория. На самом деле, дорогие друзья, это не теория. Это уже реальности, и это правда. Наберите в Ютубе деревня Хуаси и прочитайте, что такое исландский прецедент. И вы поймете, что то, что я описываю в теории НЭМе, это вообще не теория. Это просто глобальная система внедрения того, что уже сработало, как в коммунистических странах, в данном случае в Хуаси, и точно так же, как с исландским прецедентом, в капиталистических. Вот почитайте это все, и вы поймете, что о чем я говорю в НЭМе. Поэтому, дорогие друзья, не нужны нам власти, олигархи и олигархат, который хочет построить 2 километра. Для нас важны, первое, чиновники, которые отвечают за транспортную ситуацию в определенном регионе, 200-300 километров, или если это 10-15 километров, вот как мы рассматриваем 15 километров, в Праге, аэропорт, центр города до пешеходного моста. Приехал в Прагу, допустим, с утра прилетел, ехал, пивка попил, колено покушал, кто знает, что такое колено, через 2 часа тут надо сметать тебе в аэропорт и хоп, улетел дальше куда-то. То есть мы посчитали, там от 6 до 9 миллионов пассажиропоток в год. Вот это хороший проект. Там мы вложим максимум 120 миллионов долларов, а получим через 5 лет, когда на IPO выйдем, минимум 1,5 миллиарда евро. Вот это хорошее. А там, где, извините, 2 километра, говорят, вы нам покажите. Приезжайте в Экотехпарк, вот вам показываем там. Там у нас аж целых уже совокупно порядка 4 километра уже есть. Ну вот, пожалуйста, давайте катайтесь, смотрите. Поэтому, ребят, вот эти все 2 километра забудьте. Лично я против, Анатолий Дорчиницкий тоже, и я сколько уже... Что-то куда-то я делся, да? Ну, уже появился. Так, так вот, дорогие друзья, где наши вопросы, куда-то делись, да? А, вот. Когда в Skyway будет проводиться обучение по крипто направлению? У нас это будет в сентябре месяце, когда мы расскажем, что такое криптоюнит, для чего мы хотим его, что такое криптоплатформа будет, ну и так далее. Вот тогда будет проходить обучение. Но вообще, все это направление будет уже активно развиваться после того, когда закроется вход в корневую технологию. Мы себе ставим такой план, как только закрывается вход в корневую технологию, мы сразу же переходим на криптоюнит, потому что мы хотим финансировать адресные проекты через систему криптоюнитов или через систему Транснет Коинтов, да, которые будут созданы, ну, вот, группа инициаторов в лице Сергея Сибирякова, кажется, и Суходоева, Алексея Суходоева. Если кто-то скупит все оставшиеся корневые акции, не превысит ли это обещанные максимальные 5% пакет акций? Да, превысит, но те люди, с кем мы беседуем, это не одно лицо, это, скажем так, хедж-фонды, инвестиционные фонды, то есть это деньги, скажем так, не фонда, скажем, игроков, которые работают через хедж-фонды, они никогда не идут к нам, они боятся нас, а так как человек с нами уже взаимодействует давным-давно, его уважают на поприще инвестиционном, как эксперта в тех вопросах, поэтому у него будет покупать там на миллион долларов, на полтора миллиона долларов, то есть это, скажем, коллективная тоже инвестиция, как у нас с вами, только среди крупных инвесторов через хедж-фонды и инвестиционные фонды. Понятненько, да? Это не будут акции одного лица, это будут акции нескольких людей. Так что, да, превысят, но тем не менее, люди уже, которые очень хотят с нами работать в адресных проектах, именно поэтому они никак не убеждали, что нужно покупать акции корневой технологии, но когда я пообщался, и человек увидел, какие возможности он теряет вообще-то. Если человеку под 70, то на пенсии обеспечения вряд ли прожить, можно приехать. Хоть у тебя и один миллион акций, поэтому хочется подать тысяч 10-20 и чуть-чуть пожить. Ребят, вот я вам расскажу сейчас историю. Мила рассказала. Женщине 86 лет, у нас 40 лет занимается АМВМ. 86 лет. Пенсионер. Она купила билет и летит на Экофест. Знаете, тот человек, который хочет, он ищет возможности. Человек, который не хочет, всегда найдет причастливое вправдание. Когда в Академии два года была Академия частного инвестора, мне написала письмо одна женщина. Когда первый раз я слушала ваши курсы 8 правил частного инвестора и ваши курсы, думала, бред какой-то вы несете. Но потом я начала вникать. Взяла калькулятор, начала считать. И мне, говорит, так классно стало. Я понял, что мне нужно сделать. У нее в Питере трехкомнатная квартира. Она одна. Она две комнаты сделала для сдачи студенткам, девочкам-студенткам. И еще договорилась, что они будут там дешевле снимать, но будут убирать в квартире и ей убрать и приносить, покушать с магазина, чтобы она не ходила. Ну, уже человеку, 78 лет женщине было. И говорит, что вы думаете, у меня появился пассивный доход. Я наконец-то понял, что такое пассивный доход. Часть денег, которые, говорит, вы, Андрей, как и рекомендуете, я, говорит, положил, естественно, в банк. На проценты с каждого месяца я вкладываю в высокорисковые инвестиции, которыми иногда неплохой доход, иногда деньги где-то теряются, ну, пропадают, потому что я еще не очень образованная в инвестиционном бане. Но за год применения восьми правил частного инвестра у человека появился пассивный доход. Больше, чем пенсия в три раза. Ребят, поэтому, пожалуйста, хочу еще раз сказать, что человек, который ищет возможность, человек, который не хочет, это насчет причины и оправдания. Я приводил сколько раз, госпожа Моц, ей было 74 года, нет, 64 года, она начала заниматься на инвестиционном рынке Германии 500 тысяч евро в активах, и она поэтому люди, когда хотят что-то, разницы нет, сколько им лет. Криптопроект только с ВИК или совместно с Кэпитал? Нет, это только с ВИК. И это та ниша, которую мы нашли, которая вообще никем не тронутая, но будет востребована в ближайшие пять лет. Потому что всегда нужно понимать, нужно взять такую нишу, которая не востребована, которая вообще еще не видит, что она может быть востребована. Есть такая, вот я вспоминаю, я даже в товарном бизнесе, когда был, в свое время ездил в Турцию, в Китай не ездил, в Турцию за товаром. Я всегда брал такие товары, которые, вот ниша была пустая, я приезжал, у меня эти товары продавались, там, я в четыре-пять раз дороже продавал, это раз, а во-вторых, ниша была не тронутая. Потом я подорговал полгода, смотрю, опа, у меня конкурсия, я другой товар взял, да. Так вот, та ниша, которую сегодня мы нашли, и которую я увидел, в ближайшие пять лет очень будет востребована. А в ближайшие вообще двадцать-тридцать, да и сто лет, она всегда будет востребована, это основа будет. Вы видели, да, я даю всегда тренинги по основам. Я всегда хочу найти основу. И если ты развиваешь эту основу, то ты развиваешься, и развивается все у тебя. Если ты, ну, что такое основа? Давайте вот я поговорим на примере чего? На примере здоровья. То есть, если у человека болит голова, он пьет таблетку от головы, это не означает, что у него решается проблема. У него, скорее всего, либо проблема желудка, либо проблема сосудистой. Значит, нужно решать проблемы сосудистой, системы, либо желудка. Ну, не желудка, а кишечника, потому что голова может болеть по двум причинам. Либо слабые сосуды, и зашлакованные сосуды, либо зашлакованный кишечник. Вот два вопроса нужно решать. Но если человек пьет просто таблетку, он снимает сиптом, но он не решает проблему. Основа является в том, чтобы решить, тогда голова не будет болеть. Точно так, в любом направлении существуют основы. В финансовом направлении. Если ты хочешь, чтобы у тебя были деньги, и чтобы деньги всегда водились, почему созданы 8 основных правил частного инвестора? Основы 8 основных правил частного инвестора. Задумайтесь. А там есть 5 заповедей частного инвестора. Выполняя 5 заповедей, ты начинаешь выполнять 8 правил, и ты всегда будешь деньгами. У тебя всегда будут водиться деньги. Деньги от тебя уходить перестанут. Понятно, да? Если ты хочешь быть успешным, я создал курс 8 основных принципов успеха. Если ты хочешь быть успешным, выполняй эти основы, и ты будешь всегда на волне успеха, а не под волной. Точно так же, в крипто-системе есть основы определенные. И это крипто-рынок, который в ближайшее время вытеснит финансовый рынок существующий. До тех пор, пока здесь будет существовать, конечно же, интернет. Но интернет будет существовать, и благодаря Skyway перейдет еще не просто в оптиковое окно, а фана... вернее, как Сергей Сибиряков любит говорить, нанофотоника. Это еще круче, чем существующий сегодня интернет. Это гораздо круче. Значит, у нас 100% защита будет того, что и мы же сами еще, участвуя в строительстве трасс Skyway, будем 100% ну, скажем, участвовать в контроле вот этих потоков, связанных с фатоникой. Мы, люди с вами, да? Опять же, посмотрите ролик на ютубе «Деревня Хауси». Не Хауси, а, как я сказал правильно, Я китайская деревня, да? И про исландский прецедент. Хауси или... Ну, как-то так, да? Поэтому, дорогие друзья, вопрос в том, что в основах, в криптосистеме тоже заложатся основы в ближайшие 20 лет, которые заложат... Смотрите, чтобы вы понимали, существующая финансовая система, ее основа заложилась... Как вы думаете, когда? Вот кто скажет мне? При Древнем Риме? Ну, 20 лет назад. Давайте я вам точно скажу. 2000 лет назад зародилась с Ватиканом существующая финансовая система. С теми, кто создавал тогда Ватикан. Очень активно она начинала поддерживаться в середине первого тысячелетия и появились тогда Ротшильды. Но существующая финансовая система, основа заложилась примерно 2000 лет назад. Ну, там плюс-минус, может быть, 100 лет. Когда закладываются основы, основы это то, что потом будут пользоваться. Вот сегодня основа в новом виде транспорта это Skyway. железная дорога стала таким вот прототипом этой основы. Существующая железная дорога. Она стала прототипом того, что должно стать. Так вот, в криптом мире тоже есть определенные основы, на которые будет все нанизываться. И мы нашли, и я увидел одну интересную вещь, и мы нашли интересные моменты, которые, ну, как минимум, я вам хочу сказать, 500 лет точно будут действовать. Поэтому криптоюни тоже будет достаточно сильный в течение 100-500 лет. Ну, хорошо, дорогие друзья, нет уже вопросов, и время уже больше, чем полтора часа прошло. Я хочу пожелать всем самого наилучшего. Ребят, осталось 34 дня. Я хотел бы еще раз, чтобы вы себе задали вот этот вопрос. Что вы будете делать 3-4 дня? Какие основные действия будут в реалитете? Ага, а у нас он, по идее, в 31-м должен быть, кажется, да? Да. Что нужно сделать, вернее, да? Составить список ваших лидеров и партнеров, смотивировать ваших лидеров, смотивировать на покупку костюма, хорошего отеля, поездки, в 3 дня провести массированный маркетинг, ежедневно соревнования с вашими партнерами, поставить себе самые амбициозные цели, взять на себя обязательства и начать действовать, дорогие друзья. Это мои вам пожелания и рекомендации. И до встречи на Экофесте и на Эвенте 5-го и 6-го числа. А с кем-то мы увидимся еще 2-го и 3-го. Пока-пока, с вами был Андрей Ховратов. Всего самого наилучшего. Мечтайте, действуйте и помните одно, что все ваши мечты очень быстро могут превратиться в реальность, если вы этого только захотите и примените технологии, которыми мы делимся с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok